Денекционный номер это индивидуальный номер транспортного средства, который присваивает производитель данного транспортного средства для идентификации автомобиля. Он располагается на несущих частях автомобиля, как правило, либо это рамные элементы, либо где-то в подкапонном пространстве, либо в салоне. Каждый производитель выбирает это место сугубо индивидуально, под свои цели. Чаще всего к экспертам направляют автомобили из МРЭО ГАИ при постановке на учет. Есть и собственники, которые сами замечают, что номер Козова поврежден коррозией, и обращаются в Государственный комитет судебных экспертиз. В таких случаях исследования проводятся на платной основе. 470 экспертиз – такова статистика прошлого года. Почти половина из них на платной основе. У нас проводится большая часть такого рода экспертизы, где непосредственно сами граждане, либо юридические лица обращаются на платной основе за подобного рода экспертизами. Экспертиза на данный момент стоит порядка 90 рублей, проводится в течение суток. То есть вся информация необходимая собирается экспертам при исследовании автомобиля и уже излагается в документе, который получает владелец на выходе. В первую очередь обращать внимание на те моменты, которые можно первоочередно увидеть в автомобиле. Это сверить ту же дату выпуска, комплектацию автомобиля. Сейчас имеется много источников, по которым можно проверить те или иные данные касаемо автомобиля. Это и в сети интернет, и у дилерских центров. То есть заранее, если вы собираетесь совершать покупку, получите эту информацию, имейте ее в наличии. И тогда уже придя к автомобилю, вы будете располагать эту информацию и сможете минимально хотя бы сверить, что соответствует, что не соответствует. Ответы, полученные в ходе экспертизы, позволяют определить, знак просто поврежден или был изменен намеренно. В случаях, если установлено, что в ВИН-код вносились изменения, и автомобиль имеет криминальную биографию, предусмотрена ответственность. Далее будет проводиться проверка следственными органами. Если говорить о автомобилях с криминальной биографией, то они возятся на территорию Беларуси, Российской Федерации. Там они чаще всего бывают угнаны, и поэтому их возят для того, чтобы продать на территории другой страны. Зломышленники перебивают номерные таблички, меняют идентификационные номеры. Такие автомобили поступают уже на территорию нашего государства. Как правило, именно такие автомобили и покупают автовладельцы. В первую очередь, их привлекает низкая цена автомобиля. Ниже рыночная данная стоимость чаще всего. А потому помните, скупой платит дважды. Если вы решились на покупку дорогого автомобиля, но его цена явно занижена, есть риск остаться и без денег, и без машины. Если автомобиль имеет криминальную биографию, на учет его не поставят.